День добрый, с вами Смирнова Ирина. Мы продолжаем рассматривать, изучать и осваивать конструктор сайтов. Сегодня мы рассматриваем подбор шаблона и изучаем панель инструментов конструктора. Для того, чтобы посмотреть шаблоны, нам даже не обязательно входить внутрь сайта и не обязательно регистрироваться. Заходим вот по этой ссылочке «Шаблоны» и нам предлагается очень большое количество шаблонов. Посмотрите, если мы сейчас спустимся вниз, то 33 страницы шаблонов, которые распределены по разным категориям. Ну, начнем с того, что, во-первых, мы можем с вами ввести сюда ключевое слово, вот в эту строку поиска, и просто найти те шаблоны, которые по этому ключу будут выданы вам вот здесь, на этом рабочем столе. Можно посмотреть избранные шаблоны. Посмотрите, это новые шаблоны, те, которые были созданы вот буквально совсем недавно. Это популярные шаблоны, это те шаблоны, которые чаще всего используются клиентами. И существуют пустые шаблоны. Что значит пустые шаблоны? Пустые шаблоны – это такие шаблоны, которые просто показаны вам в виде определенных макетов, которые позже будете заполнять уже своими изображениями и своими текстами. Вот эти шаблоны, они, наверное, для человека, который делает не первый сайт, у которого уже набита рука, вот эти шаблоны пустые, они очень хороши, потому что они не отвлекают от той цели, которую вы перед собой поставили. Но если вы только начинаете работать, то лучше всего начать с уже готового шаблона. Вот давайте посмотрим все те категории, которые вот здесь нам показаны. Вы можете посмотреть все шаблоны. Это будут у нас все те 33 страницы, которые я показывала вам сейчас. Вы можете начать с бизнес-шаблонов. Посмотрите, здесь даже подсказано, что это за бизнес-шаблоны. Вот посмотрите, давайте зайдем вот сюда в автомобили. И вот нам показаны шаблоны людей, которые занимаются автомобильным бизнесом. То есть это те люди, которые занимаются авторемонтом, мойками и так далее. Там продажи автомобилей, вот механики. Естественно, если вы никогда не делали подобных сайтов, то здесь уже такие даны очень хорошие подсказочки. Например, посмотрите, вот автосалон Аптоэкспресс. Давайте вот мы на него зайдем, чтобы посмотреть шаблон. Надо просто кликнуть вот на эту ссылочку «Смотреть шаблон». И посмотрите, у вас этот шаблон откроется в дополнительной вкладке вашего браузера. Это очень удобно, потому что вы можете открыть несколько шаблонов. Они будут у вас в разных вкладках браузера. И вам будет удобно работать. Посмотрите, здесь уже есть и продумано дизайнером практически все страницы, которые необходимы в данном случае при продаже. То есть вам не нужно будет ломать голову о том, что вот как сделать, какие странички сделать и так далее. Здесь уже есть определенное оформление. Посмотрите, вот оно такое оформление. Очень даже неплохое оформление. Здесь ваша задача будет только... Видите, здесь одинаковые машинки загружены, да? Ваша задача будет только поставить сюда определенное изображение, написать свои данные, оставить какие-то фотографии, указать, где вы находитесь и так далее. Посмотрите, вот данный шаблон уже очень хорошо продуман дизайнерам и антологам, как и что нужно здесь в этом шаблоне в данном случае писать. Ваша задача заключается в следующем. Прежде чем создавать какой-то сайт, вы, конечно, должны очень четко подумать, какую цель вы преследуете, создавая этот сайт. То есть какой результат вы получите тогда, когда на ваш сайт зайдет посетитель, выполнит определенные действия. И вот этот результат у вас должен быть уже сейчас в голове. То есть вы должны понимать, что вы будете предлагать своей целевой аудитории. То есть вам нужно продумать цель вашего сайта, тематику вашего сайта. Очень хорошо изучить целевую аудиторию. Продумать, о чем вы будете говорить на сайте, что вы будете давать человеку, какую информацию давать, какую экспертность свою показывать на этом сайте. То есть подготовительная работа должна быть очень серьезной. Единственное, что можно сделать достаточно быстро, без особых временных затрат, это какие-то поздравительные открытки. Их легко и просто делать на этих пустых шаблонах. Но это все равно надо подготовить какое-то видео, какой-то рисунок, какой-то текст и так далее. Вот поздравительная открытка, она, естественно, распространяется на очень широкую целевую аудиторию и так далее. Но если вы собираетесь делать бизнес сайт, то, естественно, нужно, прежде чем выбрать шаблон, нужно очень хорошо все внимательно и тщательно продумать. Итак, мы с вами шаблон выбрали. Давайте я зайду вот сюда в пустые шаблоны и выберу любой шаблон. Ну, например, вот этот вот шаблон. Чтобы его редактировать, мне нужно нажать вот на эту кнопку «Редактировать». Прежде чем вы начнете редактировать, вам в любом случае предложат или войти внутрь конструктора, если вы уже зарегистрировались, или создать свой аккаунт. Так как я уже зарегистрировалась, я просто вхожу, сайт загружается, и я попадаю, так сказать, на рабочий стол редактора. Я хочу, чтобы в этом видео вы поняли, какие возможности есть у данного редактора, и чтобы при продумывании вашего сайта вы понимали, какими возможностями обладает данный редактор, и что вы можете использовать на собственном сайте. Итак, сам сайт мы будем считать холстом. То есть холст, тот самый холст, на котором художник, а вы как художник, будете рисовать и будете разрабатывать свое творение. То есть будете создавать свой сайт. Вот этот холст у нас с вами уже подготовлен пустым шаблоном. То есть он уже размечен здесь, границы этого холста, то есть границы сайта показаны, какое может быть меню и так далее. Если у вас будет готовый шаблон, то здесь уже будут даже уже подсказки, какой текст нужно написать. Панель инструментов, общая панель инструментов состоит из трех блоков. Первый блок – это верхний блок или верхнее меню. Давайте мы с него и начнем. Ну, первое, обратите внимание на то, что при наведении курсора обязательно идет очень хорошая подсказочка у вас здесь. Итак, начинаем вот с этого правого угла. Ну, здесь понятно у нас уменьшение масштаба. Если я сейчас нажму на эту кнопку, посмотрите, вот у нас сам сайт с выделением объектов. Вот здесь можно работать на маленьком масштабе, если вам больше нравится работать на маленьком масштабе. Вы можете вернуться к обычному масштабу, кликнув вот на эту ссылочку и работать в обычном режиме. Это стрелочка «Отменить действие», это «Повторить действие», это «Просмотреть ваш сайт в мобильной версии». Это очень важная кнопка, которой надо постоянно пользоваться. Что бы вы ни сделали, если вы считаете, что вы завершили данный шаг окончательно, значит, обязательно нажмите вот на эту дискетку, то есть сохраните все те действия, которые вы сделали. Это предпросмотр вашего сайта. Вот я кликаю на этот глазик и вижу свой сайт в том режиме, в каком будет видеть его посетитель. То есть я могу зайти на страницу «О нас», могу зайти на страницу «Услуги», просто здесь кликнув вот таким образом. Я выхожу на главную и возвращаюсь назад в редактор, заходя вот на эту зеленую кнопку. Вот я вернулась в редактор и последняя кнопочка, которая у нас здесь голубая, очень важная кнопочка, это кнопочка «Публикация». Теперь переходим в левую сторону, с левой стороны верхнее меню. Вот это очень важная у нас с вами функция. Это функция создания страницы. Вот я сейчас выбрала, посмотрите, макет, который состоит из нескольких страниц. Главное, она с услуги «Контакты». И вот здесь я вижу, что оказывается, у страницы «Услуги» есть еще подстраница, которая называется «Галерея». Если мне эти страницы не нужны, то я могу их просто удалить. Каким образом я это могу делать? Я нажимаю вот на эти три кнопочки и вижу вот здесь в конце вот такую ссылочку «Удалить». Давайте я эту страничку просто удалю. Видите, удаление страницы. Вы хотите ее удалить? Удалите. Или я могу добавить страницу. Например, нажав вот на эту кнопку и выбрать я могу добавление страницы, добавление ссылки или добавление какого-либо главного раздела. Мы сейчас говорим о страницах, поэтому я добавляю страницу. У меня появляется поле новой страницы. Давайте мы ее так и назовем «Новая страница». Она появляется вот здесь. Видите, сразу же новая страница. Я пишу «Готово» и вот у меня появилась новая страница. Давайте посмотрим внимательно, что мы здесь можем сделать. Если я хочу поработать с этой страницей серьезно, то я выхожу на основные настройки. Посмотрите, основные настройки – это у нас возможности переименования страницы, скрыть ее из меню или оставить в меню, сделать ее главной. Мы можем дублировать эту страницу, можем ее удалить. Мы можем выбрать макет для этой страницы. Или это будет стандартный макет, или это будет страница без хедера и футера. Мы можем обсудить доступ. На эту страницу будут люди заходить без ограничений, то есть она будет всем видна. Мы можем ее защитить паролем и можем открыть ее только для зарегистрированных пользователей. И здесь у нас идут SEO-настройки. О них мы будем говорить чуть позже. Я закрываю эту настройку. Посмотрите, я опять нажимаю на эти три кнопочки, три точки вернее. И вот у меня идет повтор основных функций, которые мы сейчас с вами смотрели. Я удаляю эту страницу. Она мне здесь не нужна. Теперь посмотрите, внизу у нас есть переходы страниц. То есть я могу сделать анимацию перехода со страницы на страницу. Вот сейчас у меня нет никакой анимации. Я могу сделать наплыв горизонтальный, могу сделать наплыв новой страницы вертикальной, могу ее проявить, а могу сделать наложением. То есть это тоже одна из таких очень интересных функций, но просто вызывающих определенный интерес у людей. Итак, со страницами мы с вами разобрались. Я надеюсь, что вы поняли, что в любой момент вы можете создать новую страницу и можете ее удалить. Следующая опция – это сайт. Здесь идет конкретно работа. Если мы до сих пор работали со страницей, теперь мы работаем конкретно с сайтом. Мы можем его сохранить, мы можем посмотреть на него, мы можем подключить домен, мы можем поработать с сайтом по поисковой оптимизации и так далее. Можем посмотреть историю сайта. Это такой момент создания и работы с сайтом. Мы можем выйти здесь из редактора полностью. Можете посмотреть управление сайтом и тогда даже усиление резкости можете сделать. Все вот в этой опции. Следующая опция у нас – инструменты. Здесь мы настраиваем наш холст. Посмотрите, с правой стороны у меня есть такая панель инструментов. Вот я могу эту панель инструментов отключить. Видите, с правой стороны она пропала. Могу включить эту панель инструментов. Я могу включить линейки на холсте. Вот они появились, линейки. Это размеры в пикселях. Мы с вами можем очень четко здесь посмотреть размеры наших, какого изображения нам нужен размер, какого размера нам нужно видео поставить и так далее. То есть это такая определенная подсказка. Убираю линейку. Мы можем убрать границы сайта. Вот они показывают у нас пунктиром. Я убираю границы сайта. Видите, они пропали. Но я всегда работаю с границами сайта. И можете убрать выравнивание элементов. Это вот я вам совсем не советую делать по одной простой причине, потому что лучше работать тогда, когда элементы выравниваются автоматически. То есть появляются такие красные пунктиры, которые вам помогают настроить и центровку изображения, или текста, или вы видите наложение одного текста на другой и так далее. То есть вот эта вот кнопочка желательно, чтобы она была у нас всегда активирована. Итак, я оставляю инструменты здесь включенными. Сейчас мы будем их рассматривать. Вот эту кнопку помощь и подключение премиума я не буду сегодня о ней говорить. Мы говорили в предыдущем видео. Сегодня мы это опустим. Сохраним наше время. Итак, теперь боковая панель. Боковая панель – это конкретно панель инструмента. Она передвигается. Вот здесь кнопочка у нас. Мы якорем. Можем ее поставить туда, куда мы считаем нужным. Если мы работаем с правой стороны, то мы можем ее поставить слева. Если слева, чтобы она нам не мешала, мы ее оставляем здесь. Дальше. Это у нас подсказки. Здесь вы, если что-то забыли, вам полностью будут даны подсказки панели инструментов редактора. Это мы закрываем просто панель. А здесь у нас с вами дополнительные функции. Обратите внимание, что в подсказках показаны клавиши, быстрые клавиши. Я больше люблю работать быстрыми клавишами. Они более точные. Время экономите вы свое. Вот здесь мы копирование производим конкретного выделенного объекта. Это у нас с вами вставка. То есть мы скопировали и вставили. Ctrl-C, Ctrl-V. Это у нас с вами дублирование. Мы можем дублировать полностью и установить на этой же странице полностью точно такой же объект, который мы с вами дублировали. Это удаление объекта. Это работа со слоями. То есть перемещение на задний и на передний план, изображение текста и так далее. Вот здесь, посмотрите, есть такая кнопочка угловая. Она вам дает возможность выбора. То есть перемещение назад, перемещение нескольких слоев на передний план и так далее. Это у нас выравнивание элементов по вертикали и горизонтали. Здесь тоже несколько таких элементов вы можете выбрать. Это у нас по ширине всей страницы. Это выбранные элементы делаются одинакового размера. Здесь поворот на угол. Вот здесь вносите угол. Это размеры, ширина и высота у вас показаны. Позиция по горизонтали, по вертикали и закрепление данного положения, которое в данном случае существует у объекта. То есть вот эта панель инструментов, это такая дополнительная, очень быстренькая панель, которая помогает вам быстро и хорошо работать с выделенным объектом на странице. Ну и последнее, очень интересные объекты, которые предлагает конструктор, и которые имеют огромную библиотеку. И это такой очень серьезный помощник в создании вашего сайта. Вот давайте здесь мы познакомимся поближе, для того, чтобы вы очень четко поняли, какие сайты вы можете делать благодаря тому, что у нас с вами есть вот такая библиотека, база таких вот объектов. Первое – это фон. То есть вы делаете фон для всего сайта. Посмотрите, как вы его можете менять. Вы можете получить цвет, если вы захотите поменять цвет. Вы можете загрузить фотографию, то есть получить фотографию. Вот здесь давайте мы с вами остановимся немножечко подробнее. Посмотрите, если вы захотели загрузить фотографию на свой фон, значит, вы можете, пройдя вот по этой вот кнопке «Загрузить фото», загрузить сюда то, что вы считаете нужным. Вы можете взять изображение сразу же из соцсетей, из Facebook, Instagram и так далее. Вот смотрите внимательно здесь, если у вас есть там интересная фотография, то можете оттуда в один клик получить сюда эти фотографии. Вот это очень интересная вещь, бесплатная от самого конструктора. Все те изображения, которые мы здесь видим, это изображения бесплатные. Это те изображения, которые нам предлагает сам конструктор Wix. Обратите внимание, что здесь дает нам конструктор. Ну, это категории, мы на них пока смотреть не будем. Понятно это, что такое, да? Это могут быть изображения, чистое изображение, тоже разделенные по категориям. Это может быть графика, то есть графические изображения. В данном случае они у нас все здесь выложены. Это могут быть паттерны. Что такое паттерны? Это бесшовные фоны. Они могут быть декоративными, они могут быть в виде линий и точек. То есть они сразу здесь выбираются, чтобы вам лишний раз нигде не искать их. Это могут быть текстуры. Текстуры могут быть в виде изображений, а могут быть в виде вот таких вот черно-белых, фотографий, которые помогают создавать такие классические сайты. Итак, это вот то, что вам предлагает бесплатно сам Викс. Вы можете вот сюда подвести курсор, увеличить, посмотреть внешний вид, что это такое будет, да? Посмотреть размер изображения и так далее. Если вы выделите его, то вот как только вы выделите, вам нужно будет только кликнуть вот на эту кнопочку «Изменить фон». И фон вашего сайта изменится. Снимаем выделение. И еще одна возможность получения изображений. Это фотографии от BigStock. Но эти фотографии, их тоже очень много. Посмотрите, тоже категории достаточно много. Эти фотографии платные. Вот если я подвожу сюда курсор, видите, внизу возникает на темном фоне цена 2,99 доллара. То есть это практически 3 доллара нужно заплатить за такое изображение. Но это изображение будет уже, так сказать, в вашей библиотеке. Оно будет навечно ваше. Итак, это мы с вами разобрались с фоном. То есть я хотела показать вам то, что вы можете здесь буквально получить определенное количество изображений, очень качественных. Но помимо всего прочего, вы можете в виде фона загрузить еще и видео. Видео у нас вы можете загрузить собственное. И вы можете получить бесплатные видео от BigStock. Вот эти все картиночки, вы когда их увеличите, я не буду сейчас показывать, вы увидите, как они двигаются. Вы можете выбрать, опять же, абстрактные какие-то, в зависимости от дизайна вашего сайта, бизнес какие-то, фоны и так далее. То есть вы можете здесь вот эти все вещи просмотреть и найти то, что вам нужно. Также здесь уже, чтобы вы не ходили никуда, ни в какие библиотеки, показаны фоны страниц, которые уже здесь предлагаются, прямо вот не выходя, не уходя далеко. Вот они здесь все предложены. Вы здесь можете пролистать и очень быстро все эти вопросы решить. Обратите внимание вот на эту кнопку. Как только вы установите какой-то фон, вот видите, в данном случае мы с вами видим видеофон, да, как только, вот значок, видите, видео здесь у нас, вот давайте вот сюда зайдем, вот движение такое идет в горах, да. Значит, как только вы установите это видео на эту страницу, вам предложено будет сделать это на все другие страницы вашего сайта. Если вы так захотите. Если нет, то значит вы можете даже на другую страницу поставить другое видео. Вот я еще раз вам покажу сейчас видео. Посмотрите, вот здесь в правом нижнем углу уходит картинка. Написано 0,17. То есть длительность самого видео 17 секунд. Но вы не пугайтесь того, что оно будет всего 17 секунд воспроизводиться, а остальное время это будет просто картинка. Нет, видео все зациклены. Просто изображение каждые 17 секунд, вот это действие самого видео будет у вас повторять. Следующая кнопочка плюс. Видите, добавить. То есть вы можете добавить. Вы можете добавить текст, фотографии, галереи и так далее. Посмотрите, как много, какой большой здесь выбор всего. Ну вот давайте начнем с текста. И обратите внимание на один момент. Вы выбрали какой-то шаблон. Над этим шаблоном работал дизайнер-профессионал. Естественно, чтобы его не испортить, вам хотелось бы сделать это все в едином стиле с этим шаблоном. Обратите внимание на то, что первое, что вам будет предлагаться, это тексты в стиле шаблона. То есть все шрифты данного шаблона будут сохраняться. Вот давайте зайдем, например, в кнопку. И посмотрите, кнопки в стиле шаблона. То есть помните о том, что мы, конечно, грамотные люди, мы много видим, у нас может быть есть и какое-то образование, но помните о том, что в данном случае ваш шаблон создавал профессионал. Поэтому прислушивайтесь к тому, что вам предлагает сам конструктор. Здесь можно сделать очень много всего. Например, вот галереи. Посмотрите, сколько разных галерей, которые можете вы просто очень быстро здесь установить, загрузить, подгрузить сюда фотографии какие-то определенные. И у вас будет движение, очень будут интересные сайты и так далее. Вы можете загрузить видео определенные, пожалуйста. При чьем видео у вас могут быть в виде слайдеров и так далее. Вот посмотрите, сколько здесь всевозможных таких добавлений, всевозможных приложений, которые можно добавить на ваш сайт. Вы посмотрите меню. Вот в данном случае вы можете выбрать внешний вид главного меню. Главного меню. Вот в списке. Промбокс. Пожалуйста, промбоксов очень много, очень интересные промбоксы. Посмотрите. Можете установить на одну страницу, сделать блок. Можете поставить интернет-магазин. Пожалуйста, одну страницу вашего сайта установить в интернет-магазин. Вот еще очень хорошая кнопка «Еще». Это значит, что вы на какой-то странице можете использовать вот эту вставку, перетащив ее буквально на холст, и встроить сюда на свой сайт другой абсолютно сайт, который будет у вас отображаться здесь на какой-то странице. Вы можете установить любой HTML-код. Вы можете поставить флеш. Вы можете установить вход для админа. Там регистрацию посетителей делать. Посмотрите, кнопки оплаты, пожалуйста, можете установить здесь. Якоря и так далее. Иконки документов всевозможные. И очень большое количество приложений. Посмотрите внимательно, что это за приложение. Но я не буду сейчас здесь подробно все показывать, потому что в принципе я показала вам просмотра не установки, а просмотра на изображениях. Вы просто внимательно посмотрите, что могут вам дать библиотеки Wix и платные ресурсы. Поработайте с ними. Подумайте о том, где вы можете их использовать на вашем сайте. А вот третья кнопка – это кнопка приложений. Посмотрите, какое количество приложений вы можете установить на ваш сайт. Здесь у нас просто стоит «Добавить». Но если вы сюда наведете курсор, то вам будет показано, что это приложение вы можете добавить бесплатно. Например, вот это вот приложение вы можете поставить как бесплатно, в усеченном виде, да, так и если у вас будет тариф премиум, то это будет очень качественная такая работа с определенными какими-то там дополнениями. И так далее. И вот так вот просматривая все эти приложения, приложений здесь очень много. Вот посмотрите, по ресторану, например, 22 приложения. Вы можете зайти сюда, и вам тут помогут установить меню, режим работы ресторана, там выбор каких-то столиков и так далее. По аналитике, пожалуйста, вы можете добавить. Вот смотрите, гостиничное дело и так далее. Там маркетинг, события, вот пожалуйста, установка каких-то событий. То есть приложений огромное количество. Вот всего приложений, вот я сейчас уберу, вот здесь смотрите, правый нижний угол, все 278 приложений. Я думаю, что вы здесь можете найти то, что действительно вам понравится. Вот эта кнопочка в виде облака, это ваши загрузки. Вы сюда можете загрузить какой-то шрифт. Шрифты здесь очень качественные, но может быть вам захочется загрузить свой собственный. Вот сюда вы загружаете свой шрифт, потом его используете. Свои фотографии, свое видео, свои аудиозаписи. Вот это установка блога. Здесь опять же вы можете посмотреть все, что можно сделать с блогом. И я вот привержен с WordPress, но я вам скажу, что здесь тоже очень хороший блок можно создать вот на этом конструкторе. И вот очень интересная вещь, это онлайн-запись. Чтобы сделать это на каком-то другом конструкторе, вам необходимо будет доплачивать определенные какие-то деньги за приложение. Здесь вы можете сделать это бесплатно. То есть вы устанавливаете онлайн-запись, например, на какой-то ваш вебинар, на какую-то консультацию, какое-то общение и так далее. То есть это такая вот открытая возможность работы с вашим посетителем, с вашим клиентом, с вашим подписчиком и так далее. То есть возможности у вашего сайта при его создании на этом конструкторе просто огромные. Итак, сегодня мы с вами обсудили выбор шаблона. Немножко поговорили о том, как нужно подготовиться к процессу создания сайта, на какие моменты нужно обратить внимание. И сегодня мы с вами изучили рабочий стол конструктора сайтов. Мы посмотрели с вами холст, посмотрели основное верхнее меню, посмотрели меню панели инструментов с правой стороны и с левой стороны посмотрели основную область базовых опций, которые нам предлагает конструктор ВИКС. В следующем видео мы начнем с вами работать, поэтому продумайте и подготовьте свой шаблон для того, чтобы весь процесс шел быстро и качественно. Всего доброго! С вами была Смирнова Ирина. До следующих встреч! Продолжение следует...